Хотел бы, Владимир, также, конечно, начать с вашего расследования и с того, что вам буквально, ну, вы опубликовали это 10 сентября. К вам обратился человек с армии Российской Федерации, который самовольно оставил часть, потому что он рисковал быть убитым. И убитым не в оккупационной войне, а своими же командирами, полковниками, генералами, которые делают, что хотят. И, если честно, я не в первый раз это встречаю, недавно буквально смотрел и слышал, что под Дзержинском, как его называют в России, это Торецк, наш город, где 7-я рота отдельной бригады просила о помощи. На что им сказали, нельзя никакой помощи, о вас забыли, а тот, кто пытался помочь, бросить с квадрокоптера помощь, его тоже наказали. Так вот, к чему я веду, Владимир? Вот почему этот человек к вам обратился, что он рассказывал и носит ли это системный характер? Да, начиная с 7-го, 8-го августа этого года, к нам буквально всплеск различных обращений и от военных, и от родственников военных, и мобилизованных, и контрактников. Во-первых, конечно же, происходящее сейчас на территории Курской области тоже очень серьезно повлияло на многих, и, конечно, по этой части несколько недель мы плотно работали. И вот распутывая все эти истории с жалобами от военных на пытки, на избиение, на угрозы расстрелам и на незаконные расстрелы внутри российской армии, когда российские военные убивают ниже стоящих по званию, в случае, если они отказываются выполнять приказы, дальше к нам обратилась сначала группа избитых военнослужащих из 506-го полка, это было около двух недель назад, и постепенно и другие военнослужащие этого же подразделения начали обращаться, жалуясь на своих командиров, на бесчеловечные методы, на жестокость, на, как я повторял уже, и жестокие избиения, и расстрелы, и незаконные приказы не эвакуировать раненых, и отправку раненых опять в бой, людей с осколками, с ранениями. В общем, все это вместе мы поняли, что это нужно опубликовать, потому что, с одной стороны, конечно же, это очевидные преступления российского командования, а с другой стороны, я надеюсь, что хотя бы вот эта вот правда изнутри вооруженных сил России, она позволит раскрыть глаза многим россиянам, которых оглупила, оболванена российская пропаганда, и вот все вот эти вот там Z-каналы военкоров и так далее, потому что то, что они публикуют, и то, что происходит в реальной жизни, это две разные истории. Сегодня мы опубликовали, точнее, там, со вчера на сегодня мы опубликовали видео, в котором содержится и свидетельство одного из военных разведчиков, из бывшего десантника, который проходил службу в 506-м полку, и также целый ряд записей, эфиров, радиопереговоров, в том числе командира 506-го полка с позывным «Анкер», его заместителя с позывным «Пилот» и так далее, но которые раскрывают как раз в деталях, в подробностях жестокости, бесчеловечность действий российской армии. С одной стороны, мы надеемся на то, что внутри России начнутся какие-то проверки, расследования, как минимум этот скандал притормозит в этой части произвола насилия, а с другой стороны, самое большое, самое важное, что мы пытаемся сделать, это все-таки показать вот это вот позорное, поганное нутро, с тем, чтобы те, кого сейчас Роспропаганда заманивает большими деньгами и различными посылами в армию, чтобы они четко для себя понимали, что их ждет, и чтобы они не соглашались на вот это вот, не знаю, там, рекламу, завлечение их для соучастия в этой преступной подлой оккупации. Да, Владимир, правильно ли я понимаю, что тот человек, который к вам обратился, это контрактник, которому пообещали большие деньги, он подписал контракт с Минобороны и пошел на войну? Да, он, как и многие другие, они этой весной подписали контракты, а дальше их отправили, и они увидели вот это вот отношение командиров к своим подчиненным, к рядовым солдатам, как к пушечному, как к минному мясу. И я очень много нового от них почерпнул, вот от этих, там, так называемых, в Сочи, самовольно оставивших войсковые части, конечно, они рассказывают и о том, что очень многие командиры пьют, там, сильнодействующие, там, алкогольные напитки, решения принимаются в неадекватном состоянии, повышенная жестокость, жестокость по отношению ко всем, это и вот эти вот расстрелы, которые незаконны, конечно же, без суда и без следствия, и обнуление на месте за отказ выполнять любые, в том числе, преступные приказы, это и технический, технологический разрыв, потому что то, что показывает распропаганда, якобы российская армия хорошо оснащена, вооружена и так далее, а Украина наоборот. А в реальной жизни конкретно эти, Сочи, они рассказали, что дронов у них почти нет, вооружения почти толком никакого нет, их как во Вторую мировую войну с автоматом толкают на противника, где, соответственно, конечно же, там, огромный процент гибели, как я понимаю, вчера или сегодня за иконами опубликовало, там, до 80% личного состава вооруженных сил России погибает, например, на Донецком направлении. То есть Путин и Герасимов, и вот нынешнее руководство Минобороны, им настолько принципиально достичь хотя бы каких-то результатов на Донецком направлении, что они просто не считают человеческие жизни, расходуют их как материал, чтобы продвигаться. Ну, по сути, да, это такие вагнеровские методы Уткина и Пригожина, когда те не считали заключенных, а эти не считают теперь еще и контрактников, мобилизованных и так далее. То есть произошла вагнеризация российской армии, ужесточение методов. И как раз, когда я их опрашивал, в результате, когда они увидели все это и уже обратились к нам, мой главный вопрос был, ну, это до вас там дошло понимание, и им очень сложно выйти из этой ловушки. То есть Роспропаганда им навязала, что враги в Украине, там противник, но и они точно так же оказываются между двух огней и понимают, что еще и враги у них в тылу, сзади, вот в качестве вот этого там командования, этих командиров, которые могут и избить, и к дереву привязать, и в яму сбросить, и вообще расстрелять, вот, или оставить без эвакуации, чтобы там раненый человек погибал от неоказания медпомощи, от потери крови и так далее. И вот у них происходит определенный разрыв шаблона. То есть еще несколько месяцев назад они были оглуплены Роспропагандой, готовы были ехать за деньги кого-то убивать, а через несколько месяцев они выясняют, что те, кто их как раз вовлек в эту войну и ими командует, они являются их врагами. И вот здесь как раз важно продолжать, потому что, например, для Генштаба и для ДВК РФСБ у них сейчас одна из первых задач – это как раз прекратить выход информации из различных подразделений российской армии в интернет, потому что это, конечно же, демотивирует, и это мешает им в их преступных планах. А наша задача, наоборот, как раз приставить зеркало к этому уродливому объединению, которое называется ВСРФ, с тем, чтобы люди прозрели и не принимали в этом никакого участия. Как раз хотелось спросить, Владимир, что вам обращаются, чтобы этот материал и эта ситуация имела огласку, правильно, чтобы люди услышали. И также вопрос, а почему именно к вам обращаются не только этот человек, которого вы опубликовали, но и многие другие, вы сами говорите, за последние месяцы очень много, потому что нет альтернативы, нет куда обращаться? Глубокий вопрос. Сначала тогда, наверное, расскажу, почему он обратился. Я ему задал этот вопрос, например, Александру Тимофееву, почему вы обратились именно к нам? Ответ был такой, а куда еще обращаться? Кому еще, где еще искать какой-то справедливости? Они не видят для себя никакой альтернативы. И в этом, я считаю, это большая беда, потому что получается, что и на безрыбье, и рак рыба. То есть, казалось бы, есть достаточно большое количество различных российских оппозиционных каналов, и есть большое количество разных правозащитных организаций, которые получают мощное финансирование в Европе и в США, но при этом какой-то системной работы в этом направлении практически не ведется. А тем не менее они остаются, как еще раз подчеркну, как они воспринимают это между двух огней. С той стороны, очевидно, ВСУ, которые готовы биться до конца, освобождая Украину, а с этой стороны преступное командование. И плюс ко всему они понимают, там уже находясь, что все, что им показывали по телевизору и даже в телеграм-каналах военкоры, это все такая лапша, которую им вешали на уши, это ложь и несправедливость. В нас они видят некую альтернативу, они понимают, что мы действительно независимы, и мы не ждем от кого-то там команды отмашки, мы действительно можем опубликовать какую-то информацию. И вот конкретно, если мы говорим про Тимофея, он сказал, что у меня вариант какой-нибудь большой. Мне угрожали, меня избивали, мне угрожали, что меня расстреляют, и я не хочу получить пулю в затылок или в спину. И выбор умереть, быть убитым, обнуленным, или тюрьма и следственный изолятор. И в таком варианте он понимает, что, скорее всего, это будет тюрьма, но уж лучше тогда с оглаской, с публикацией, с тем, чтобы, возможно, его рассказ и его свидетельства раскрыли глаза многим, кто в России сейчас находится в заблуждении и до конца не понимает, что же там творится. Будет ли ответ, и санкции мы поняли уже, которые вообще были ослаблены, не факт, что вернутся более сильные, а вот, возможно, будет тот ответ на поставки баллистических ракет со стороны Ирана России, который предлагаем мы и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, да и в целом, казалось бы, что этот ответ и на многие другие зверства и действия диктаторов и агрессоров должен был быть. Поставки баллистики в Россию должны за собой возьмите ответ разрешение нам уничтожать склады с этими ракетами с западным оружием, то есть разрешение битой на бойным оружием по законным целям на территории России. О чем мы, конечно, говорим каждый день уже несколько месяцев, но ведь ситуация не меняется. В Штатах-то сказали, что эта передача действительно одно из проявлений очередной эскалации. А вот будет ли проявление решительности или до 5 ноября, может, и января, не стоит ждать каких-то подвижек даже на фоне передачи баллистики Ирана в России? По поводу, безусловно, такого рода шаги, чем иногда можно отвечать, ведь Атакамс тоже был в какой-то мере передан в ответ на те или иные действия, и вообще множество подобного рода снятий барьеров американцами происходило на фоне разного негатива, в том числе и ужасающих событий, когда гибли гражданские из-за российских ударов, ударов по инфраструктуре, это когда решили Патриоты в ускоренном режиме передать. Да, может быть, может быть, американцы и разрешат, но у меня, честно говоря, такая вот тупиковая оценка действий администрации в этом плане. То есть для них это всегда был последний месяц и принципиальный момент не разрешать использовать Атакамс, а косвенно из Storm Shadow вдали от российских границ, даже по военным целям. Но вот такого рода шаги подталкивают их к изменению решения. А с другой стороны, перед выборами, обычно не любят менять решения, потому что для политиков, что важно, не навредить предвыборной кампании ни на грамм, будь что будет. Значит, после выбора, вот это интересный момент, даже если администрация Байдена, ведь меняется по-любому, кто бы ни победил, Харрис, либо Трамп, администрация Байдена завершает свою каденцию через месяцы после выборов, и вот тут у нее, по крайней мере, вот это выборное ограничение падает. И вообще оно может чувствовать себя, президент Байден и его окружение, так сказать, более свободными, действовать, как они считают, во благо здесь и сейчас, а потом пусть разбираются те, кто им наследует. Причем, если это Харрис, то понятно, что речь идет о последовательной передаче власти, если Трамп, то дела идут иначе. То есть, после выборов шансы можно оценить как чисто теоретически, как выше. Если сейчас последует применение иранских ракет, я не исключаю, что ограничения снимут частично, хотя бы, например, потому как сообщалось, что украинцы передали список целей, ограниченный список целей, которые просят поразить, может быть, такое разрешение будет. В общем, подобного рода шаги Ирана, да, приближают, если можно, что Ирана и Россия, если можно увидеть какую-то положительную в этом, положить что-то положительное, то к снятию ограничений и каких-то дополнительных поставок со стороны Запада, да, это приближает в какой-то степени. Но в итоге нужно политическое решение, политическая воля, и пока мы этого не увидим, можно на этот счет рассуждать более оптимистично, менее оптимистично. По поводу складов ракет, я хочу лишь отметить, что, конечно, теоретически, когда ограничения будут сняты, то, естественно, можно и склады окажутся, если вдруг окажутся в зоне поражения ракеты, об этом будет информация, то да, конечно, они будут приоритетной целью, но не стоит рассчитывать, что россияне легко подставятся таким образом и будут складывать те же иранские ракеты, так, чтобы их можно было легко уничтожить атаком. Это не исключено, но это, мягко говоря, не обязательно. Давид, а правы ли в Институте изучения войны, что, несмотря на то, что в ожидании разрешения бить дальнобойным оружием по России, россияне уже отодвинули 90% своей авиации куда подальше, все равно 209 приблизительно из 245 военных объектов остаются в радиусе действия это КМС, Штормшайдоус и Скальпиджи, аналогов друг друга. Действительно ли это так и насколько даже задержка во времени все равно не умолит эффективности того, когда будет дано это добро? Насколько можно судить в самом деле с аэродромов, есть налицо перебазирование авиации, частично или полностью, хотя далеко не полностью, судя по некоторым моментам. Связано это, кстати, с ударами беспилотников тоже, а не только возможного потенциала применения тех средств, которые вы перечислили, хватает. Если мы говорим так, грубо говоря, о радиусе 250 км от границы, всегда нужно говорить не о предельных дальностях, когда условный украинский ракетный комплекс подъезжает к самой границе и прямо с кромки запускает на предельную дальность. То есть нужно смотреть несколько уже, допустим, 250 км или что-то в этом роде. Есть масса важных российских объектов, связанных и с ПВО, и базированием, и логистика, и так далее. Я уже не говорю об объектах экономического характера, которые украинцы с радостью бы атаковали, но тут, видимо, с разрешениями будет даже в лучшем случае все равно все плохо. Так вот, объектов хватает. Некоторые из них наверняка не эвакуировали, некоторые очень сложно эвакуировать. И даже частичные меры, которые уже Россия на всякий случай предприняла, они должны правильно исходить из соображений, что вдруг разрешение уже дано, или его дадут завтра, но не напишут Нью-Йорк Таймс об этом. И тогда ракеты прилетят внезапно, как это уже не раз было во многих местах. Поэтому, конечно же, они должны со своей точки зрения предпринимать меры. Что они там предприняли, я не знаю. В прошлом многократно они обжигались на том, что не снимали цели, скажем так, не выводили цели из зоны поражения, но целей более чем достаточно. И даже в случае разрешения, которое запоздало, и даже если самолетов не окажется под ударом, украинцев появятся многие важные возможности в случае таких решений, но остается только их дождаться. Пане Романе, давайте обговорим эти заявки, которые лунают на территории Тимчасовой Росии. Там командир Ахмата Лаудинов, мы, до речи, часто сгадываем в контексте мемов, тих заяв, о которых он говорит, они часто абсурдны, но все равно не можем вас про это не спросить, потому что он сказал наше следующее, что РФ уже держала победу в специальной военной операции, дальше наша задача сделать семью готовую к будущим вызовам. Вот такие слова сказали командир Ахмата Лаудинов. Как нужно принимать такие заявки? Чему они начали говорить вроде бы то про победу в так называемом СВО? Чи может, на вашу думку, такие схожие заявки, такая реторика лунати, мабуть, и из Кремля, и от Путина? Россия – страна таких очень контрреверсивных высказываний, ну, иногда из непонятных уст, так сказать. Почему? Потому что, ну, если бы это говорил реальный, допустим, россиянин, там, Москаль, ну, тогда можно было бы как-то это воспринять, исходя из тех задач рублевско-московских или рублевско-российских, хотя там большой вопрос по паспортам по Рублевке, и было бы понятно, то есть сам ход мысли, как таковой, специальная военная операция, которая почему-то проводится на территории другого государства, реально это война по захвату территорий, и эту войну по захвату территорий, войну на уничтожение, на геноцид, на народа, Россия проводит уже не один раз, даже в том состоянии, в котором она есть, после развала Российского, вернее, Советского Союза, и две войны были проведены как раз по Ичкерии, Свободная Республика, которая приняла решение выходить из состава Российской Федерации после развала Советского Союза, первый президент Ичкерии, Чеченской Республики, Ичкерии, летчик Джохар Дудаев, все прекрасно знаем, то есть это первые шаги этой независимой республики уже после развала Советского Союза, его убили россияне, в двух войнах было уничтожено несколько городов, Грозный был срыт в ноль, за Рублевку проводят операцию на нашей территории, и слышать из уст этих Лапти и Аладдина такие заявления, ну, с одной стороны, как-то дико, а тем более, зная и общаясь с настоящими чеченами, которые воюют уже не один десяток лет, за свою родину, за независимость, Ичкерии, и воюют на территории Украины. Я лично знаком, один из моих лучших друзей в свое время был, познакомил еще Корбан в 2014 году, Иса Мунаев, руководитель батальона имени Джохара Дудаева, которые боролись с россиянами, борются до сих пор. Так вот, это чеченцы, это и чеченцы, они воюют. А вот что делают Лапти Аладдина за проданцев, я так скажу, у нас на Украине, которые предают землю, свою землю, свой народ, предают. И Путин однозначно может этот момент поднять, его неоднократно обозначить, что СВО у него уже закончилась, идет освободительная война за российскую территорию. Почему? Потому что Путин ввел пять областей Украины в правовое поле Российской Конституции. С точки зрения Российской Конституции он освобождает российскую территорию. Потому они могут уже, в принципе, закрывать специальную военную операцию в информационном потоке, естественно. Хотя все прекрасно понимают, как там, чего не назови. Это захватническая война, причем террористическая, геноцидная, с целью уничтожить украинскую нацию, украинский народ, украинскую государственность. Как это было уничтожено в свое время по Ичкерии, как они отработали по Ичкерии. Так вот, вот такими лаптями Аладдина украинцы становиться не хотят и не станут. То есть мы будем бороться за нашу независимость, а потом, в конце концов, с теми чеченами, которые воюют плечо-плечо с нами против России, еще поможем и чеченскому народу, в том числе освободиться и от лаптей Аладдин, включая российское присутствие. Пане Романе, действительно, на этом варто наголошу, и, чтобы все понимали разницу между кадирьевцами и чеченскими, потому что, как вы сказали, что на территории Украины за Украину и за свободу так воюют батальоны имени Джухара Додайева и так же Шейха Мансура. Дуже много хлопцев, человеков, которые сейчас действительно борются за независимость. Пане Романе, до наступного, також до допомоги нашей стране, ми сьогодні будемо багато згадувати озброєння. Сьогодні Міноборонної Великої Британії оголосили про виділення Україні 650 легких багатоцільових ракет, ЛММ називаються, для застосування в противоповітряній обороні. Якщо ви маєте таку інформацію, якщо ви знаєте, якщо ви чули, наскільки такі ракети є універсальними і який сегмент, наприклад, протиповітряної оборони підсилить передача цих ракет від Великої Британії на територію нашої країни. Марліт і ми вже використовуємо нескільки років, вони неплохо себе показали. Це ракети, вони дійсно многофункціональні, віде пускові установки. Вони можуть бути наземні, морські, воздушні, то є пуск не важен, вони підходять під більшісту пускових установок, наведення разне, то є сама по себе ракета комбінірованна, там є система наведення інфракрасна, інфракрасна головка самонаведення на конечному участку срабатывает, а вначале целеуказання в основному лазерне, в основному, хотя є разные типи. Ми їх використовуємо исходя з того, пускових установок, які нам передали, в основному в качестве ПЗРК, передовіностних зенітно-ракетних комплексів. Дальність у нього от 8 до 12 км, в зависимости от бази пуска. Поэтому отлична ракета, і якщо її передають в сотні штук, можна вважати, одна із трьох ракет виполняє бойову задачу, то как минимум дві сотні цілі, більше шести сотні ракет точно поразять. Якщо не більше, я сказав, так сказав, мінімум поражень. Пане Роман, в продовження теми ракет і протиповітря оборони Лойт Остін запевнив, що США та Україна працюють над заміною комплексів ППО С-300, і це стосується ракет Р-27. Тут про що говориться, роз'ясніть, і на що можуть міняти С-300, та з технічного боку, чому взагалі міняють С-300, це вже застаріла історія, чи тут про щось інше? Дело в тому, що ПС-300 вже роботи проведены і нескільки комплексів виконляють боєву задачу. Це так звані гібридні, ну так просять ПВОшники называти, там не Франкенсамо, не Франкенштейн, гібридні зенітно-ракетні комплекси. Іспользуються радиолокатори, іспользується система наведення, командна машина в совместній работі с американськими в основному ракетами разного уровня. То есть ракеты можуть бути вплоть до Петриота. І механізми сопряження, по крайні мере, системи наведення, С-300 і американських ракет, вони вже є, вони вже працюють, і просто будуть масштабувати. А ракеты можуть бути разными. Тому, я думаю, именно це імелось ввідом. То есть, у нас просто так сложилось, у нас є достаточне количество зенитно-ракетних комплексів С-300, але тільки нет ракетки стыдно. Вот це проблема. Кстати, як і по БУКам, та же, та же і по Торам, та же проблема. Ми використовуємо іногда Рим-7 і М-9, ну і вплоть, ще раз повторюсь, вплоть до ракет к Петриотам, які совміщаються з системою наведення С-300. Це тільки що касається зенитно-ракетних комплексів. А вот ракета Р-27, це основна стара советська ракета, у нее базовая дальність 110 км. Але можна ее увеличити до дальності до 200 км, а в принципі до 300 км. Але це вже треба таку глибоку модернізію ракети делать і в принципі дотянути до цієї дальності, для того, щоб російські самолеты минусувати ще до того, як вони будуть подходити на рубежи пуска или рубежи сброса тех же корректируємох авиабомб. По-последнє время вони увеличили дальність за счет ракетних ускорителей «Кабан». Тому для нас важна как раз эту дальність увеличить, причем на базі наших старих советських самолетів МиГ-29, Су-27. Ракета Р-27 хорошо работает с этими самолетами. Там единственное, что надо совершенствовать систему наведення, може модернізи. Она может быть уже по некоторым самолетам типа МиГ-29, тех же польських, уже проведена. Там есть авіоника уже стоит с більше полтора раза с увеличением дальности даст возможность использовать в принципе под такие же задачи, как и в 16-й к нам зашли с ракетами М-120 на 120 км. Можно использовать будет и ракету Р-27 на модернизированных тех же МиГ-29, только с большей дальности. До 200-х это где-то средняя дальность км. Редактор субтитров